Добрый день! 25 января в Японском море, не очень далеко от берегов Приморья, пропало судно, пропал кораболов под названием Восток. Когда я впервые услышал первое сообщение, что пропал Восток, я подумал, неужели это опять с нашими приморскими рыбаками, с нашими приморскими моряками, ну не с нашими, с сахаринскими случилось несчастье. Я считаю, что вот мы должны об этом поговорить, потому что вот сейчас многие говорят, как холодно в городе Владивостоке, какой сильный дует ветер. А вы представьте себе, как холодно и какие ужасные условия сейчас в Японском море, да может быть и в Беринговом, или в Баренцевом, и какой ужасный может быть тяжелый и опасный труд моряков и рыбаков. Мы все-таки очень редко вспоминаем об этих людях, а в нашем городе, городе, который раньше назывался городом и рыбаков, и моряков, мне кажется, мы должны об этом говорить чаще и больше. И сегодня у нас есть возможность, благодаря моим гостям, попытаться, ну если не разобраться, то понять или предположить, что случилось с этими людьми. В мире погибло 20 человек. Как это произошло и как это вообще происходит в море? Сегодня у меня в гостях начальник управления ГОСМОР Речнадзора по Дальнему Востоку и главный государственный инспектор Игорь Петрович Турищев. Доброе утро. Я рад видеть Петра Ивановича Осичанского, председателя Дальневосточной ассоциации морских капитанов. И сегодня у нас Андрей Вадимович Островский, мой товарищ, мой коллега, мой приятель. Добрый день. Добрый день, который возглавляет газету, новую газету в Владивостоке, и который всю жизнь посвятил именно морской тематике. Я думаю, что вот, Игорь Петрович, давайте вот мы с вас начнем, что произошло. Как это правильно? На Дальневосточном управлении ГОСМОР Речет ответственность по расследованию аварийных случаев, происшедших на море. Будем вести расследование, уже ведем расследование, изом приказ о создании комиссии по расследованию аварийного случая с рыбовыбывающим судном «Восток» компании «ДВФОТ». Ну, на данный момент идет сбор информации, сбор информации, будем анализировать эту информацию, скорее всего, будем привлекать специалистов по расчету возможности обленения, в связи с чем потеря устойчивости судна. Ну, это одна из предполагаемых причин – это обленение, ухудшение устойчивости, потеря устойчивости, как результат затопления судна. Ну, информация о несчастном случае об аварийном происшествии пришла 25-го, полпятого утра, Владивостокского, 4.34. Давайте чуть подробнее, потому что иногда в прессе, вот я смотрю сейчас на Островского, Островский сейчас меня поддерживает, иногда в прессе говорят, судно дало сигнал СОС, и кажется, что это люди из радиорубки дали этот сигнал СОС. В данном же случае все было не так. В данном случае приняли сигнал от аварийного радиобоя, так называемого, автоматического, РБ-406, приняли сигнал с него. Это автоматическое устройство, которое при затоплении судна отсоединяется от корпуса судна, гидростат разобщается, всплывает и подает сигнал на определенной частоте. Ну, 406 – это как раз частота, на которую он подает. Приняли сигнал в спасательные центры, передали этот сигнал в Владивостокский спасательно-координационный центр, и тогда уже начались действия по поиску, по попытке связаться с судном, и поначалу поисковой операции пошло. Но нам тоже поступила информация, мы начали принимать меры по расследованию, ждать результатов, какие-то что-то будет, не будет, найдут судно, не найдут судно. На данный момент, к большому сожалению, на данный момент судно не найдено, и 20 человек тоже, на данный момент считаются пропавшими. Какие-то следы от этого судна есть, или только вот буй нашли, а может даже и буй не нашли, он утонул, а просто радиосигнал от него остался? – Буй не нашли, нашли два спасательных круга, два плота спасательных, которые были заполнены водой, без тентов, то есть… – Сорваны, да? – Сорваны, да. Один точно идентифицировали, как принадлежащий рыболовному судну, второй аналогичный по конструкции, по устройству, но без… – Без пометок, да? – Без пометок, а идентифицировать нет возможности. – Илья Петрович, где это произошло, вот поточнее? Судно шло, потому что говорят, в районе базы Зарубина, или на границе России и Северной Кореи? – Судно шло с Южной Кореи, она следовала на порт Холмск, порт Холмск. Произошло это, 60 миль к юго-востоку от Пассиета, то есть это зона ответственности специально-коррегионационного центра Владивостокского. Ну, можно сказать, что это уже как бы очень близко к берегам Приморья. Это 60 миль, это 90 километров, так грубо говоря, от Пассиета. – Вот иногда говорят, что в такой ситуации обычный капитан принимает решение, как можно ближе прижаться к берегу, в случае аварийной ситуации, вообще в какую-то бухту войти. – У них была бы такая возможность? Это рассматривается обычным капитаном? – Как бывший капитан, который неоднократно ходил в этих районах, ну, я всегда в таких погодах, тем более, что ветер дул северно-северо-запад. – Навстречу? – Ну, прижаться к берегу, была бы необходимость поближе к берегу идти, тем более, тоже как бы посъезд был, ну, чтобы уменьшить воздействие. – Ну, да, под ветром. – Волна поменьше, ветерок чуть-чуть послабее, не скажу, что он совсем слабый, но послабее, и волна поменьше однозначно. Забрызгивает пароход поменьше, воды поменьше на пароход попадает. Ну, из своего опыта я говорю, что я бы прижался к берегу поближе. – Понятно. – Андрей Владимирович, где-то в вашей публикации или в газете, или в соцсетях вы так обмолвили, что вот как бы у нас с Северной Кореей были другие отношения, у нас и корабли не боялись прижиматься к северно-корейскому берегу. – Всего мира, если бы они рассматривали весь мир в качестве врагов и не атаковали бы буквально в смысле этого слова сюда, попавшим в их зону, то, конечно, думаю, наши капитаны прижимались бы и шли вдоль берега. Вы знаете, я с 1977 года больше 30 раз был на Курилах, работал там в газете на рубеже на Кунашире, хорошо этот район знаю. И еще в советские времена и в постсоветские наши пограничники, известно, гоняли там японских браконьеров и даже стреляли, арестовывали шхуны. – Особенно постсоветские, да. – И всяко было, всяко было. Так вот, в случае шторма японские шхуны спокойно прятались в бухтах Шикотана и Кунашира. Конечно, пограничники за ними следили, они спокойно заходили и прятались, это было нормально. В случае опасности, угрозы для жизни, шторма, какие проблемы. Но не в случае с Северной Кореей, с нашими добренькими друзьями. Не дай Господь, за эти выходы любой капитан будет обходить по большой дуге, совершенно понятно. Еще вот тут такой момент. Я понимаю, что вот Игорь Петрович, как человек государственный, он, конечно, говорит очень точными, правильными формами. – Конечно, конечно. – И отвечает, что… – У него каждое слово, она везет золото и подпись поднялся. – А я хочу сказать, что эта беда произошла 25 в полпятого утра. – Да. – Спустя ровно полсуток, где-то в 5 часов вечера я писал текст для московской газеты. 12 часов прошло. И я имел такую наглость и неосторожность, может быть, это цинично, профессия наша этому учит, написать о том, что поиски бессмысленны. Что шансов нет, потому что в случае опрокидывания там… – Ну да, ясно по ситуации. – Нулевые фокичные шансы. – Если всплыл буй, означает там уже… – И тем более, что в такой воде человек может выжить там в считанные минуты. То есть это даже в идеальной ситуации. – Но у них есть костюмы сухие, якобы сутки минимум. Ну ладно. – Так. – И вы написали, что шансов нет. – Да, я имел такую неосторожность написать, потому что как бы… – Потому что опыт подсказывает. – Во-первых, да, история 65-го года в Беринговом море, когда 4 СРТ… – СРТ, прошу прощения, СРТ. Спустя несколько лет поэт Ивтушенко, приезжая в Владивосток, написал себе творение «О тебе СРТ, о тебе Сироте», когда 4 СРТ ушло… – Средних рыболовных треугольников. – Да, да, ушли в Беринговом море, центровал несколько десятков минут. Или, допустим, история, которую наверняка Петр Иванович, уважаемый, знает вкратно больше меня, но я не тоже очень много писал, история гибели парохода «Тикси», «Тикси шел намного южнее, это было под Японией, там теплее вода значительно, и о чем тут говорить, как бы, поэтому…» – И еще один момент, который мне кажется очень важным, я очень верю в расследование экспертов, специалистов, сервейеров, знатоков этого дела, глубоких понимающих, но еще, мне кажется, тоже, может быть, так же, как я писал неделю назад, чтобы никого искать бессмысленно, полторы недели. Так же здесь у меня есть такое ощущение, что мы никогда не узнаем всей правды, что произошло. – Ну, конечно же. – Конечно же. – Вот по тому же «Тикси», по аналогии, я могу сказать, что я писал к 25-летию садней гибели этого парохода большой текст, и я читал пять томов дела по гибели «Тикси», когда приехал в огромной комиссии из Москвы и Ленинграда, и с нимф, из министерства, там Гуженко сразу с ним принялся встал комиссию, пять томов. И комиссия пришла, как известно, к выводу, это есть в этом деле, что «Тикси» прокинулся из-за того, что в третьем номере «Твиндек» обрушился в трюм. А комиссия пришла к этому поводу, никто ничего не знает. Так вот, великий легендарный начальник пароходства «Бянкин», который до конца верил своих моряков, он приписал отдельное мнение к решению комиссии. Он написал, что не исключает столкновение с полузатопленным предметом. Почему прокинуться «Тикси»? Мы можем строить сто догадок, но мы никогда этого, к сожалению, не узнаем. Вот в чем беда. Полная версия. – Я хотел вас уточнить. Смотрите, то есть вот всем людям, которые живут в Владивостоке и следят за морской ситуацией, понятно, если всплывает аварийный буй, это означает, что люди не успеют подать сигнал. – Конечно, конечно. – И при этом, может быть, я не прав, но я видел сообщения МЧС, которые были очень оптимистичны. Что вот сегодня-завтра они найдут, что уверенно сохраняются. – Но такой тональности все-таки не было, Андрей Владимирович. – Не было такой тональности, что вот-вот найдут. Тональность была о том, что будут продолжены поиски, потому что вот как бы я ни писал вот того, о чем я говорил выше, я все равно отдаю себе отчет, что поиск будет продолжаться до конца, пока будет оставаться надеждой. Это правильно. В любом случае, надо искать до последнего. Пока есть надежда, нужно искать. Я понимаю, что государство затраты, поднимая воздух, самолеты, вертолеты, что суда меняют курс, тоже тратят топливо, тоже затраты. Надо искать, пока есть какая-то надежда. Нет, нет. Конечно, никто никогда не скажет, что мы завтра найдем. Это какое-то, может, неправильное понимание. Такой-то анализ близко даже не может быть. Возможно, где какой-то СМИ немножко исказило слово. Буцкий Иванович, вы чрезвычайно опытный человек. Да здесь все опытные люди, у всех этих случайно слуху. Я хочу вот уточнить все-таки вот по Северной Корее. Мне эта тема, кажется, очень важной. Что в самом деле наши рыбаки, наши моряки и капитаны получают предостережение, или у них как-то где это записано, что не приближаться к берегам Северной Кореи. Это международное правило потребования северокорейской стороны. Или это просто опыт подсказывает, что если даже ты идешь на несчастной парусной весело оборудованной яхте из Кореи-Владивосток, то приближаются корейские небольшие шхуны, и тебя забрасывают табуретками, берут на абордаж и ведут туда. Что это такое? Что за отношения вообще? Ну, это не отношения. На самом деле есть конвенция по морскому мураву 1982 года. Она как раз регулирует режим морских пространств. И Корея взяла на себя вот такое. Каждая сторона устанавливает. Общая тема – это 12 миль. Все говорят страны, что 12 миль – это есть территориальные воды, и туда заходить нельзя, поскольку в этих водах полностью суверенитет страны прибрежной. У Кореи это 50 миль. 50 миль. Но это не означает, что кто-то попал в эту зону, тут же будет расстрелян. Как вы знаете… Задержан, приведен. Задержан, приведены, разбираются, отпускают. Ну, я бы хотел вот здесь еще сказать. Много говорили о Северной Корее. Самые северные корейские моряки и рыбаки, кстати говоря, в прошлом году и в этом году тоже, очень часто терпели крушение. И оказывали помощь им и японские спасатели, и российские. И наш пароход даже спас двоих рыбаков, и ему отказали заход в Южную Корею. И, как вы знаете, они вынуждены были вернуться сюда и этих людей здесь сдавать. То есть, на самом деле, погодные условия, они ко всем относятся одинаково. К российским, корейским рыбакам, каким угодно. Поэтому, ну, что сделаешь? Действительно суровое время, суровое место. И сезон такой. У нас… И это не первый случай, когда суда гибнут. Вот Андрей упомянул четыре парохода, которые появились в Беринговом море. Я хотел бы… Другие широты. Да, ну, там было известно, по какой причине, наверное, все-таки расследование показало, потому что оставались и люди. Но были случаи… А у него очень много спасли тогда. Да, и вот у нас… И получили информацию. А вот, пожалуйста, по Востоку, мы, правильно было сказано, вряд ли получим информацию. Такая же история была с 2008 году в декабре. В конце декабря этого 2008 года пароход тоже краболов-шхуна вышла из Донхэ в конце декабря. А в начале января считается погибшим. Нашли труп старшего помощника капитана уже на Хоккай, да. И у него… Прибило к берегу, да, тело? Да, его прибило. И в костюме нашли документы членов экипажа. И только тогда поняли, что вообще какой-то пароход и что произошло. Но, как что произошло, можно только предполагать. Опять же, как пароход двигался, в какое время это было. Скорее всего, было также обледенение и то же самое гибель парохода. Поэтому это достаточно частая история. Петр Иванович, ну вот Игорю Петровичу нельзя предполагать, вам все-таки можно. Давайте я вас спрошу. Попробуйте вот вы предположить, восстановить картину, если мы говорим об обледенении, и это исход ночи, там, полпятого или пять часов утра, что это была как раз пересменка вахтенных. Как люди могли не заметить, что у них судно покрывается огромным слоем льда, что нарушит их центровку и будет уверки? Они ведь сами думают, что они же хотят вернуться домой. Ну, тут... Что могло повлиять на людей, что была снижена вот такая их настороженность? Во-первых, надо бы, конечно, знать, и вряд ли мы это узнаем. Были ли у них средства борьбы с обледенением? Это раз. А какие средства, кроме молотка, топора, горячей воды? Во-первых, это делается шланг специальный, если пар подводится. Далее, значит, действительно, ломики, топорики, метлы, чтобы сметать. Вот, это первое. Были ли они... И обучим ли экипаж пользоваться? То есть были ли тренировки? Разве это, когда судно выходит из порта, это не записано? Судка наоборот, Виктор Ильич, подскажите нам. Ну, процедура данная, процедура предусмотрена кодексом по управлению безопасности компании. У компании была эта система управления безопасностью, и на сентябрь месяц... Была ответственная за безопасность, да? Из-за безопасности, зам по безопасности у них есть. И в сентябре месяце у них была проведена проверка и имущества, и учения были проведены... По борьбе с обледенением, да? Именно с обледенением. Согласно записи в системе управления безопасностью, рапорт старшего помощника, капитана, есть все проверено имущество, проведено учения. То есть их готовили к этому? Да, их готовили. Я, кстати, Андрей Владимирович, я бы хотел вас, все-таки, не знаете, немножко предостеречь, это предположение о том, что они не боролись с льдом, или что боролись слабо. Мы же этого не знаем. Мы не знаем, мы это полагаем. Вполне возможно, что весь экипаж вообще не спал всю ночь и колол лед. Но просто они не смогли с этим управиться. Такое тоже вполне возможно. Тогда бы они сообщили об этом, что у них обледенение, было бы радиосигнал, мне кажется. Обвинять представляется опасным, как бы. Они бы сообщили. Должно быть сообщение, должно было быть сообщение. И в родную компанию спасателя. Вот посмотрите, как выглядит это обледенение. Да, да, я знаю. Я владивостокский мальчик. Поэтому, понимаете, маленькие пароходы, такие как этот Шуна, полностью заливаются водой. И обледенение идет не только корпуса наружного и палубы, но и надстройки, и даже мачт. То есть огромное количество веса переходит наверх и падает остойчивость. Но бороться с таким обледенением в такую погоду тоже не просто. Даже если ночью, ну понимаете, капитан, какой должен принимать решение посылать людей на открытую палубу, долбить этот лед. Когда судно болтает. Любой человек поскользнулся, тут же оказался за бортом. Даже если проводится эти меры, борьба с обледенением проводится. Если экипаж выведен на палубу. Но есть вахта, которая может наблюдать за состоянием судна. Бортовая качка, период качки, это говорит... Если ты опытный моряк, она тебе скажет о многом. Раз ты начинаешь задерживаться, начинаешь на борту или еще что-то, период качки увеличивается. Это говорит, что потеря устойчивости, значит надо уже другие меры принимать, кроме как борьба с обледенением готовности. А другие меры покинуть судну? Ну да, надо уже рассматривать, такой вариант наверняка надо было. То есть, если этого не предусмотрено, не сделано, либо такие меры не были приняты, либо они вообще не принимали. Вот как нам трудно, даже невозможно понять, что там произошло. Мы, конечно, можем тут только рассуждать. Но результат-то ясен. Никто не спасся и никто не подал сигнал. И вот люди, которые знают, что перед ними бушующее море, люди, которые хотят вернуться домой, они шли же в родной порт Холмска, если не ошибаюсь. И вдруг ночью... В родной Невеск у них. Невеск, да? Невеск. И вдруг ночью, что это, за час, за два, за три случилось нечто такое, что вот никто из них не дошел. Очень интенсивное обледенение, очень большая скорость. Какая огромная ответственность людей, стоящих на вахте. Вы знаете, когда судно просто исчезает, как мы имеем в виду сейчас с Востоком, такие же вещи были у нас и с Линкстар в 95-м году. Так вот, есть методика расследования таких аварий, когда пароходы исчезают, когда берут, предполагают, все возможные варианты. Ну да, конечно же. И методом исключения выходят, наконец, наиболее вероятные. Поэтому и здесь также будет сделано. Будут предполагаться какие-то меры, может быть, люди ставили ловушки, может быть, они занимались ловлей краба в этом, может быть, еще что-то они делали и так далее. И методом исключения выйдут, я думаю, что выйдут, наконец, на то, о чем мы сейчас говорим, на обледенение. Ну и насколько я помню, вот сидящие в студии капитаны, конечно, лучше меня это знают, но насколько я помню, в уставе морского флота СССР в одном из первых статей было записано черным по белому. Профессия моряка является опасной. Знаешь, и про автомобиль не написано, что вы управляете средством повышенной опасности. Да. Но разница-то огромная. Это профессия, понимаешь? Это профессия, поэтому мы и говорим об этом. Автомобиль – это, может быть, еще и любительство, это профессия. Это профессия. Человек проводит всю свою жизнь в море, немножко другое. Игорь Петрович, вот этот случай, он исключительный, когда у нас погибло целое судно. Он говорит о чем? О том, что мы по-прежнему, ну мы, это наша рволовная, краболовная компания, покупают старые суда, что они нанимают некватифицированный экипаж. Или везде в мире есть случаи, которых, ну, не уберечься? Говорим ли мы об американцах, японцах, корейцах? Как можно сказать? Такие происшествия происходят? Или только это вот наша доля? Международный кодекс по расследованию аварий есть, который говорит о том, что любая авария должна быть расследована для того, чтобы понять причины, приведшие к аварии. К сожалению, я по статистике сейчас ничего не могу сказать, но не только наш пароход совсем недавно, вот у нас буквально день-два назад, аварийная была, опять же, северно-корейского судна. Непогода, плюс не рассчитали топливо, ну и бункировать пришлось. Да, заправка была в море. Да, заправка, да. Вот, поэтому не только наши моряки гибнут, но если брать вот исключительно наше, то, что мы расследуем историю с нашими судами. К сожалению, именно рыболовные суда, аварии с рыболовными судами или рыбодобывающими судами дают большее количество людей погибших. Это и шанс 101-й. По сравнению с коммерческими судами, это все перевозки, да? По сравнению с коммерческими судами, да, значительно в числы, в десятки раз, допустим. В 15-м году 82 человека погибло в нашем зоне ответственности нашего управления. Из них рыболовный флот 74 человека. В 16-м году 10 человек, все 10 человек это рыболовный флот. То есть, ну, я не говорю, что они непрофессиональные или еще что-то, но, по всей видимости, вот эта направленность на любую добывающую специфику дает о себе знать. То есть, экипажи получают деньги еще от участия в рыбодобыче, и многие из них, просто отстояв лахту, идут еще помогать, да, работать рыбаками, а не только моряками. Совершенно верно. И, видимо, все-таки, как бы, уклон в сторону добычи рыбы или других биоресурсов все-таки дает о себе знать при подготовке и при работе на таких судах. Когда мы вот говорим о пропавшем судне, и мы не знаем, что с ним случилось, конечно, наверное, правильно сказать, никто не застрахован. Никто. То есть, вот самое лучшее судно это может быть. Самый готовый экипаж. Да, Титане голосом передумали. Произойдет нечто такое, чего никто не может предположить. Волна, что-то еще, на что-то налетели, и они могут погибнуть. Но ведь в тех случаях, которыми вы занимались, мне кажется, доказана и вина людей, да, которые виновны в авариях, кораблекрушениях, гибели. Дальний Восток, это у нас в 15-м году. Батн, Дальний Восток, 69 человек, 62 погибли. Это в Охотском море, да? Это в Охотском море, да. 130 человек было на борту, больше половины. Напомните об этой истории, да. Погибли там 7 человек без вести и 62 человека у нас погибшими, считается. Там вину поставлено капитана, отсутствие контроля за устойчивостью судна, привлечены к ответственности зам по безопасности мореплавания. А что случилось, да? Судно легло на борт, оно забрало воду. Как это произошло? Ну, последний день промысла, когда разрешена добыча рыбы. Ну, естественно, желание там обеспечить фронт работ для рыбообрабатывающего цеха, по всей видимости, так это было. Еще, еще последний день взять, как можно больше. Да, бункер полный, бункер полный, цех работает на полную. Нет, мы еще возьмем. Запасы топлива воды низельные, минимальные. Уже рядом стоит судно с топливом, рядом, где вот сейчас возьмем. Но, к сожалению, не успели взять. Плюс еще там в ходе самостоятельной переделки делали по части дополнительных конструкций, вырезок делали в водонепроницаемых переборках. Вот, во время вытаскивания трала произошел крен, который ходом добавился, и начала поступать вода. На полу бы или через какие-то открытые? Нет, через клюз, который смывается, с рыбообывающей цеха, там, остатки производства смываются, через него начала поступать вода. Сначала в рыбообывающий цех, потом в дальнейшем поступило машинное отделение, залило динамки. С водой поначалу боролись, откачивали, откатывали ее, но потом, когда обесточились, уже нечем осталось. Ну и все, там, в течение пяти минут все, пора входа не стало. И они не успели покинуть тоже корабль? То есть не было даже команды покинуть судно? В самый последний момент подали, в самый последний момент подали, уже когда уже тяжело было, ну, половина экипажа спаслась. Был суд, был суд. Буквально закончился, вот, 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 честно, сохранение-то очень бурно обсуждается в сообществе, лета до суда. И вот, я говорю, что зам по безопасности мореплавания, капиталь... Компании? Компании, да, привлечен к ответственности, уголовной ответственности. Капитан, который сдавал дела в море, тоже привлечен к ответственности. Они получили реальные сроки? Реальные сроки от шести до восьми лет. Да, вот такие истории. Петр Иванович, скажите, пожалуйста, вот, когда перед капитаном стоит дилемма, или нет, вот, стоит вопрос, в какой момент нужно подать команду оставить судно? Ведь он же теряет имущество, да, в веренной ему компании. Ведь он же за него отвечает. И вот он, наверное, до конца же будет оставаться на судне в расчете на то, что, ну, вот, чуть-чуть, может быть, крен отыграет назад, и мы выпрыгаемся. Это очень сложный вопрос. У любого капитана это самая главная задача, как вовремя определить степень опасности. Да, конечно. То ли покидать судно, то ли бороться до конца. Существует еще старая, древняя морская такая, что ли, легенда или традиция. Бороться за судно до конца, и это идет еще от адмирала Макарова, который говорил, боритесь за свое судно, и тогда вы спасетесь. В этом есть, конечно, сельмяжная правда. Я в свое время работал, когда уреков горел, и мы тушили пароход до конца в открытом море. Еще раз, как называлось судно? Судно называлось Ocean Sky. Ocean Sky. Ну, океанское небо. И когда греки все время посылали мне радиораму, капитан не рискует, покидайте судно, не рискуйте экипажем. А потом прилетел представитель компании в Панаму и спрашивает меня, почему вы не оставили судно? Я говорю, а с чего мы должны его оставлять? Не было никаких признаков, что судно представляет сейчас опасность для экипажа. Мы и боролись до конца, нас приучили к этому. А кто вас учил? За границей мало кто обучает экипаж бороться с пожарами. Интересно. И на самом серьезном спрашивали, откуда у вас экипаж так грамотно умеет действовать по тушению пожара. Ну, на самом деле у меня были часть людей с пассажирского судна, а вы знаете, на пассажирских судах это самое главное, самое страшное. Поэтому тренировка происходит не только регулярно, а ежедневно на стоянках и периодически в море. Поэтому экипаж настолько тренирован, что вопросов никаких по этому не возникало. Поэтому здесь вот упомянули еще, я помню, когда защищался в диплом в морской академии, у меня как раз тема была на предмет того, когда же надо покидать судно, как это... Это на самом деле очень сложно, и это многое зависит от опыта капитана, от его профессионального опыта. Потому что вот меня кто-то спрашивал из средств массовой информации, звонили, скажите, там капитану было 33 года, не слишком ли он молодой, не поэтому ли судно погибло? Нет, 33 года это не слишком молодой, во-первых, здесь другое могло быть. Если он мало работал капитаном и мало работал на таких судах, это могло сказаться на принятии каких-то действий. А насчет того, я привел пример, что Анна Ивановна Щетинина стала капитаном 26 лет, и многие капитаны... Янкин до 30, да. До 30, да. Поэтому это не тот возраст, на который можно ссылаться. Возраст, опыт. А вот насчет профессионализма, здесь упомянули, здесь, к сожалению, надо сказать так. Потому что вот говорили о гибели Шанса 101, и говорили о гибели Дальнего Востока, и там, и там очень серьезный непрофессионализм проявлен, и в том числе за моими по безопасности. Я думаю, что и здесь какие-то, когда расследование выйти, найдут какие-то причины, которые связаны именно с действиями судоходной компании. Судоходной компании все-таки думаете, да? Я думаю, всегда надо... Это предположение, конечно. Это корни всегда надо искать везде, и в том числе судоходной компании. На самом деле, вот Игорь упомянул, что опасный труд, и больше всего гибнут рыбаки, а не моряки. Существует такая уже статистика международная, она укоренилась, она может быть, конечно, с отклонениями, но так. Ежегодно гибнет 2 тысячи моряков и 24 тысячи рыбаков. То есть, вот, пожалуйста, во сколько раз-то получается? В 6 раз, да? В 12 раз. В 12 раз. Да, в 12 раз. То есть, на порядок. Да, на порядок больше, потому что это так. И причем, вот вы задали вопрос, а только ли в России? Нет, не в России. Я вот только что вернулся с командировки, где обсуждали проблемы вообще рыбаков. Аварийности. Причем рыбаков не просто там какой-то страны, а всех стран, и особенно тех стран, которые активно работают в этой отрасли. Испания, Аргентина. Норвегия. Так вот, да, Норвегия, конечно же. Так вот, вся беда-то в чем? Что в этой отрасли пошли мигранты. Мигранты, потому что никто не идет. Например, в Испании даже командиры, которые получают очень приличные деньги, не идут в эту отрасль. А рядовые там сплошь иностранцы. С Африки или с Юго-Союз. То есть идет вымывание профессионализма из этой отрасли? Ну, я бы не сказал, что, например, если люди с Филиппин приходят, это плохие. Филиппинцы хорошие моряки, да? Неплохие моряки они, неплохие. В том числе китайцы, кстати говоря, они сейчас хорошо поднялись, и у них и кадры лучше, и пароходы стали лучше. Вот поэтому здесь нельзя так однозначно. Но то, что хромает безопасность, это безусловно. Одно дело, когда были когда-то в Советском Союзе 15 пароходств, это были свои люди, свои пароходы, своя система, выстроенная не только подготовки, но и контроль за безопасностью мореплавания, и ответственность была выстроена. Ведь капитан судна всегда считался, согласно уставу службы, представителем государства. А государство, именно государство выстраивало систему безопасности. И частичкой этой системы был капитан. И он это понимал. Нас утверждали в Москве. Министр морского флота вручал... На коллегии. На коллегии. После двухнедельного, так сказать, обучения и всяких бесед, вручали и знак капитанский, номерной, и удостоверение. И каждый капитан должен был понимать, ага, вот теперь я тоже часть той государственной политики, которая проводится на морском транспорте. Это было очень важно. Сегодня этого нету. Это одна из причин, почему происходят эти аварии. А как сейчас утверждается капитан в своей должности и звании? Да как? На месте. А, ну вот как раз вот этот парень, который командовал Востоком, он получил диплом капитана там же на Сахарине, да? Да, в Невельск у него выдал диплом, у него получил. Система сейчас, люди получают образование, проходят курсы. Но ведь раньше было образование, вы закончили что, Двиму? Двиму. Двиму. Вы закончили что? Двиму. Вот это краще образование. Раньше было Двиму, это Двиму. Когда Советский Союз развалился, и когда люди пошли всюду плавать наши, ну в том числе, конечно, и пароходство. Вы знаете, кого в первую очередь брали? Выпускников Двиму и бывших работников дальневосточного пароходства. Конечно. Это сейчас уже... Двиме по миру? Очень. И сейчас образование наше ценится, продолжается. Да, но уже не то, что было сразу тогда. Тогда была очень высокая потребность. Петр Иванович, ну вот на этой международной конференции, если вы уже упомянули такой любопытный факт, зашла речь о том, что национальные кадры заменяются мигрантами, если это правильно сказать. Да. То есть наемная сила других государств. Так на Дальнем Востоке. В Дальнем Востоке. Я хотел то же самое сказать, да. Абсолютно, да. Ведь у нас же даже самая ситуация. И на Шансе в 101-м были. На Шансе в 101-м были. Но если там в этих двух случаях было выявлено уже нелегальные мигранты, они нелегальные. Да, 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 там не нашли документы. Да, вот. Компания, которая Дальний Восток, она, Магеллан, понесла большие штрафы по 800 тысяч за каждого нелегального мигранта. Это... Они же их пересаживали в море, по-моему, да? Да. С тем, чтобы скрыть этот факт. В море пересаживали. Там они понесли большие штрафы за то, что нелегальные мигранты работали без согласования с соответствующей службой нашей иммиграционной. Сейчас уже идет практика узаканивания этих иммигрантов. То есть мы как везде в мире можем брать... Запрашивают иммиграционную службу, обосновывают необходимость работы этих людей. То есть северные корейцы на стройках Приморского края и в море. И в море. И в море. Случа, эти шансы, Дальний Восток, да? Те случаи, о которых мы знаем, там мигранты не имеют никакого отношения непосредственно к... К управлению судном. Даже просто к судоходству. Они не в экипаже, они в цехе. Хотя терапинцы сейчас там работают. Они даже языка не знали ни русского, ни английского. Они рыбобработали. На рыбобработке. Так как они находятся на борту судна, они должны уметь пользоваться теми спасательными средствами, которые есть на судне. Они должны уметь подать сигнал бедствия, тот же самый. Тот же АРБ включается не только от попадания в воду, оно вручную включается. То есть всему этому они должны быть обучены. И те люди, которые приходят на борту судна, должны быть соответствующими документами, обязательно, элементарно, хотя бы по минимуму, должны быть обучены. И иметь сертификат соответствующий о том, что они обучены методом. Петр Иванович, ваша конференция чем закончилась? Каким выводом пришли? Ведь какие-нибудь рекомендации, может быть, были подготовлены для национальных государств? Ну, вы знаете, да. На самом деле, в прошлом году вступила в силу конвенция о труде в рыболовном секторе. Она как раз посвящена всем этим вопросам. Наша страна, к сожалению, до сих пор ее не ратифицировала. Десять стран ее ратифицировали, и, собственно, это и было основанием для вступления ее в силу, после того, как десять стран ее ратифицируют. Как это будет работать? Есть надежда на то, что она будет работать так же, как конвенция о труде в морском судоходстве. Она сейчас работает, кстати говоря, особенно в России, очень хорошо. Она помогает морякам получать свою заработную плату. Она помогает обеспечивать ей безопасность судна и так далее. Очень хочется надеяться, что так же будет и в рыболовном секторе. Извините, наши противятся морские ведомства, рыболовные ведомства, компании? От кого идет непринятие? Это зависит от двух структур. По крайней мере, я могу перебросить параллель на морской транспорт. Во-первых, от профсоюза и, во-вторых, от министерства. От Росрыболовства. От Росрыболовства в данном случае, да. Но ни та, ни другая структура, к сожалению, не проявляет никакого желания. А какие у них аргументы? Почему они говорят, не будем торопиться, давайте посмотрим? Мы не знаем об этих аргументах. Они не приходят, не участвуют? Они не высказывают, да. Вы знаете, когда готовили конвенцию о труде-морском судоходстве, тогда и Министерство транспорта, и наше агентство, они проводили какие-то семинары, совещания. То есть, людей обучали. Ведь задача, если страна должна или намерена ратифицировать какую-то конвенцию, она должна свое внутреннее законодательство подогнать под международное. Подтянуть его. И на это требуется время. Надо выяснить, а что у нас не соответствует этой конвенции, а что надо сделать. А этого пока мы не видим ничего. И вот в марте будет опять в Москве разговор на эту тему. Я надеюсь, что мы, может быть, до чего-нибудь договоримся по этому вопросу. Потому что это очень больной вопрос. Понятно. Я хочу еще вот какую тему затронуть. Когда вот стало известно, что судно пропало, но мы еще не знали, погибли они или не погибли. А я не знал, это Владивостокские ребята выяснили, что Сахаринские. У меня возник вопрос, а как вот мы, жители города Владивостока, который прежде был городом рыбаков и моряков, вообще, как мы, я сейчас, может, неправильно скажу, как мы должны почтить память погибшего судна и погибшего экипажа. Вот мы с Андреем Вадимовичем пока ехали сюда на программу, вспоминали, что в советское время кто-то же давал команду, и все суда в порту в определенное время, там, по-моему, часов 12, начинали гудеть. Андреем Вадимович, я бы хотел добавить, что здесь, на самом деле, это непростая штука, потому что ритуал, который везде не прописан, прописан ритуал, когда вещь, которая происходит постоянно. Слава Богу, это происходит непостоянно, к счастью нашему. Поэтому такого ритуала прописанного не существует. В данном случае мы же говорим о сахаринских моряках, и, собственно, к Владивостоку это отношение не имеет. А завтра случится это с нами, с нашими. Нет, не надо каркать, что называется, не надо. Ну, я не знаю, вот, честно сказать, вы не в курсе, на сахарине-то был объявлен траур? Нет? Все-таки 20 человек это... Нет, я такой информации не могу. Я тоже вот не слышал, что вы траур объявляли. И я по прессе не видел этого. Да. Вот. И тут, что говорит о традиции? К сожалению, мы наблюдаем, что такой традиции нету, к сожалению. Нету. И слава Богу, что нет такого ритуала, потому что он предлагает некоторую постоянность. Не надо этого. Подожди, подожди. Хуже другое, Андрей Вадимович. Хуже то, что даже существующие традиции, к сожалению, называются, разрушаются. Я знаю людей, которые, пытаясь сохранять какую-то историческую память, обращались и к сменяющимся губернаторам, и к сменяющимся мэрам, и к прочим разным людям с просьбой восстановить то, что раньше было возле памятника морякам торгового флота в центре города, где горел вечный огонь. Это дело не в вечном огне. Дело в том, что памятник был открыт, если памятник не изменяет в 69-м или 70-м году. Там каждые 4 часа смена судовой вахты били склянки, там стоял репродуктор, и голос говорил «Вечная слава морякам торгового флота». Конечно, этого уже нет. О чем мы говорим? Ты говоришь про какие-то ритуалы, когда мы даже от того отказались. Подожди, но мы об этом и говорим. Мы об этом и говорим. Если командование океанского флота доблестное отказалось от колено преклонения на площади, о чем говорится? Мы такие ритуалы забываем. Подожди, а пушка-то снова стала стрелять, или мне кажется? Ну, пушка, слава богу, стала стрелять. Самое простое и самое дешевое, что называется, все очень перечислено. Мы говорим о том, о погибшем судне под названием «Восток», о краболове, и о том, что вообще происходит в море, насколько тяжел и опасен труд рыбака и моряка, и рыбака в особенности. А краболову, наверное, еще более в особенности. Случайно знаменитый американский документальный сериал, так и называется, «Смертельный рейс», когда они показывают, как вот зимой эти краболовы выходят на добычу. Сейчас я хотел в конце программы поговорить, насколько мы можем почти память не только этого судна, а вообще людей, которые работают в море. И вот Андрей Вадимович напомнил мне, что раньше у памятника морякам торгового флота... Склянки били, конечно. Склянки били. Раньше, да, у нас было на 9 мая, город склонял колени, поминая своих воинов. То есть мы что-то потеряли, а ничего нового не приобрели. Я, конечно, понимаю, что раньше, когда дневосточное морское пароходство было пароходство, которым я гордился, не имея никакого отношения, а сейчас начата частная структура, и, по-моему, от него ничего не остается. Что-то меняется. Но профессия моряка и рыбака не уходит из нашего города. Игорь Петрович, что скажете? Ну, я скажу, что вот ритуал коленопреклонения у того же самого памятника морякам торгового флота погибшим, этот ритуал сохраняется. И мы туда ходим, и пароходство приходит. Это когда происходят? 9 мая. 9 мая приходит, и ритуал этот сохраняется. Ну да. К сожалению, остальное, вот, больше я не сохранившись в ритуалах, ничего не могу сказать. Ну, сами знаете, что даже одно время у нас и вечный огонь не горел. Да, не горел. Да, Андрей Владимирович. Вот те, вот, символические знаки ритуала, о которых ты говорил выше. Петр Иванович. Петр Иванович, старший меня знает лучше. Когда из Вьетнама привозили того же механика Рыбачука, погибшего под бомбежкой, подолаза Терехова, Боцона Машкова, весь город гудел. То есть все суда, стоящие на рейд, заводы ремонтные, все гудели. То же самое, когда в начале апреля 1974 года хоронили экипаж «Тикси», гудел весь город. Заводы, суда, военные корабли, все гудели. Вот я опускаю эту мудилу, весь город гудит. Но это что-то особенное. Это другое совсем. Это люди, которые непосредственно из нашего города. Я согласен. Я уже говорю о том, что история «Тикси», она же была, как мы тогда говорили, она открыла дверь в камеру ужасов. Потому что со времен войны пароходство ни разу не потеряло судно со всем экипажем. И потом началось там и амбарчик, и ББС, и подряд, подряд пошло. Тавричанка. Она развязала какой-то тайный мешок. И возник комплекс в центре морского кладбища, известно, «Скребящая чайка», по-моему, называется. Да, вот там. – Чайка в самом лесу. – Да, да, да. – Металл. – Петр Иванович, а вы что скажете? Как вот? – Я смотрел, у нас же власть поменялась уже. Пришел новый… – И про губернатора, да? – И мэр новый, да. И, по-моему, они уже по этому поводу высказывались. И проявляют к этому какой-то интерес. И, наверное, все это можно возродить. Тем более, что губернатор имеет отношение все-таки. – Ну, да, да, да. – Человек не случайный. Но, например, то, что сейчас существует в МГУ имени Невельского, это 13 декабря ежегодно отмечается День погибших кораблей. Вот это проходит такая конференция, такое вспоминание. Кстати говоря, именно там, в это число, в этот день, несколько лет назад, рассказал еще выживший из той знаменитой аварии Индигирки, гибели Индигирки в Лаперузе, Тарабанько Николай Митрофанович. – Сколько же ему лет там было? – Ну, ему уже было очень много лет, но он успел нам много чего рассказать. И вот он единственный в том времени выживший. Ну, и Павел Павлович Куянцев оставил свои воспоминания, потому что он беседовал с Боцманом, которым они вместе плавали. Тот тоже выжил. Там, вы знаете, погибло 745 человек. Это был наш советский «Титаник». Вот поэтому, вот как бы отталкиваясь от этой аварии, она на Дальнем Востоке самая значительная. Наверное, больше не было у нас столько гибели. – Слава Богу. – Вот, слава Богу и дай Бог, чтобы не было. Но в то же время продолжаются такие аварии, как вот Восток, Шанс 101, Дальний Восток, ну и так далее. – Это печаль, и это как-то надо отмечать, безусловно. – Ладно, мы сегодня только вот начали этот разговор, и я очень надеюсь, что в самом деле, что нынешний губернатор, который ближе к морю, который работал в море, знает, что это такое, может принять какое-то решение, но чтобы он решение хоть какое-то принял, ему нужно что-то, видимо, подсказать. – Это не мое дело. Мое дело вот с Островским, хотя Островский участвовал в создании Книги Памяти, это поднять тему, а уже предложить решение какое-то возможное. – Потому что там собираются очень опытные, очень мудрые люди, которые… – Он установил традицию морского совета, наверное. – Может, через морской совет, но я считаю, что вот если мы немножко по-прежнему постанавливаем уважение сами к себе и к нашему городу и его традициям, то без вот таких знаков внимания к трагическим случаям в море, наши там погибли, не наши, произошло у наших берегов, мы, наверное, не так себя чувствуем, по крайней мере, мне вот чего-то явно не хватало. Вот такой был сегодня разговор, вот такие у меня были славные сегодня гости. Разговор печальный, но я думаю, что и такие траурные разговоры о важном, о жизни и о смерти надо вести, потому что, как любит говорить мой приятель Островский, не спрашивай, по ком звонит колокол. Это он цитирует сразу и Хэмингуэя, и Джона Дона. Всего доброго, до новых встреч. – Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова